Данное время комиссии по мониторингу и восстановлению сохранения природных ресурсов. На повестке дня 6 вопросов. По коллективному вращению в выходе Нижнего дня на выроску лесонасаждения в городском округе города Вольца. Второй вопрос. О уровне зеленого леса в городском округе города Вольца, в городском округе города Вольца, о восстановлении труда деревни Гребнаев в городском округе города Вольца, о мероприятиях по уборке мусора после зимнего периода в городском округе города Вольца, в том числе по культуре и оборудованию. Второй вопрос. О подготовке городских прядей к летнему сезону в городском округе города Вольца. Туда, давайте вперед сядем. Кто за повестку дня. Здравствуйте. Привет, все. Да, давайте быстрее. Ой, только это не делается. Здравствуйте. Здравствуйте. Совет депутатов. Минуточку, не вы. Совет депутатов в городском округе в дело обращения граждан. Нижневерия. С профи депутатов в городском округе города Вольца. Я его зачитаю. В главе местного самоправления города Вольца, городского округа города Вольца, жители села Нижневерей. Уважаемый Игорь Васильевич, мы, жители населенного пункта Николай Юрьевского административного округа, ставим вас известно, что вблизи с нашим проживанием на данный момент идет церковь по зеленому лесу, сохраненного в основном нашими советскими усилиями пожара в 2050 году. Мы просим вас и всех депутатов обратить внимание на данную деятельность и принять незамедлительное кардинальное решение и действие по прекращению вырывки данного участка лесного насаждения. Просим также обратить внимание на следующие факты. Первое. Данный участок леса засажен искусственно. Второе. Выполняет роль заградительные лесополосы, охраняющие наш лесной мастер-пункт от северных и северо-западных ветров, дующих за ревных лугов поймы реки Аки. Основной ролью данного насаждения является сдерживание перемещения под воздействием тех же ветров. Огромного количества песчаных масс в сторону жилищ, дворовых построек и приусадебных участков жителей населенного пункта. Также данный природный ресурс активно используется местными жителями и верстями в соответствии с временами года. Для сбора грибов, ягод и просто прогулка активно вода. Перечистив все вышеизложенные и оценивая все риски нашего проживания в данной местности с ограниченной инфраструктурой электрообеспечения, отсутствием газификации, недостаточной мощности электроснабжения и водоснабжения, удаленности от места оказания квалифицированной медицинской помощи, правоохранительной и чрезвычайной помощи наставим о незаметительном решении вопроса по прекращению выработки данной лесополосы, так как расцениваем данные действия как отъем средств проживания с оттенками геноцида населения, ради получения разовой и односторонней выгоды в пользу коммерческих организаций, производящих данные работы. Ну, здесь вот подписи жителей на шести листовки прилагаются. Это, как мы видим, более птичьисти. Хотел бы, чтобы по этому вопросу нам пояснили представители нашего лексинского ресничества. Мы дадим выводные результаты, присутствующие. По данному поводу могу пояснить следующее. В понедельник рубку на сегодняшний день приостановили, и с вероятностью 100% она там не возглавится. Договор будет раз в год. В понедельник была комиссия с департамент лесного хозяйства. По результатам этой комиссии составлена справка. По результатам этой справки будет проведено служебное расследование и будут приняты меры. Ко всем лицам, которые назначили этот участок в городе. Вопрос тогда. Кто принимал решение? То есть все равно по данным вопросам. А в Суон, Баларик, что туда? Кто принял? Когда была куплена с Ауциона, решение принимал. То есть пять подписей стоит. В акте лесопекологического аксервирования. Забродин, Душов, Казакова. Кондрушина и Кабанова. Это специалисты лесопожарного центра и господин. Господин. То есть сейчас мы можем констатировать, что данная вырубка была незаконна. Я просто слушаю выступающего. Ситуация не видится, все установлено. Рубка там нужна, но не сплошная. Рубка на этом участке нужна. Выборочная санитарная рубка. Процент выборки в районе 40%. Потому что там присутствуют заболевания. Корневая булка. Но однозначно не сплошная. Вопрос, когда сделал заключение экспертное, что там именно корневая булка. Есть экспертное заключение? Кто делает экспертное заключение? Представитель декабря. До понедельника. То есть вы начали на основании жертвы? До понедельника. Олег Бридович. То есть никакого экспертного заключения вообще не было специалистов, которые могут вынести именно решение, что-то врубалось. При этом... Вы сказали, что там сейчас проводится служебное расследование. Доброе утро. Цель служебного расследования какая? Как раз установить... Учитель декабря в том, что мы назначили. Я просто к чему, коллеги, мы должны понимать, что мы сейчас спрашивая... Я как-то сейчас не могу ответить на этот вопрос. То, что он говорит, это его данные, так скажем, неофициальные. То есть мы должны дождаться... Да нет, мы спрашиваем. Кто-то до этого сделал? Нет, я все понимаю. Вот до этого я ответил, а результаты служебного. Служебный проект будет в течение 30 дней. Хорошо, я просто что предлагаю, Ксения Иванович, вот данный вопрос тогда тоже взять на контроль. То есть нам результаты служебного проекта тоже довести до нашего сведения. Можно в мой адрес, можно в адрес совета депутатов, не важно. Как бы и в адрес комиссии, в адрес в вашу комиссию. Да. И Дмитрий Александрович, наверное, может быть, тоже... Да, я хочу еще запомнить, что этим делом ценились как полиция, так и... Ну да, вот я... Аналогично обращение тому, которое было звучано сейчас на заседании комиссии находится на разрешении в настоящее время в городской прокуратуре. На данный момент каких-либо выводов, естественно, делать рано, но предварительно по информации сам факт законной рубки или незаконной рубки в точке зрения закона да, был проведен опцион, который проведен в соответствии с требованиями закона, и рубка, формально лицо осуществляет рубку, ему в данное время пока предыдущие никаких не предъявлять, потому что рубка, она производила закон о основании имея на руках договор о теплепродаже, и о том, что рука вам там правила подготовки перевесимы или нет, это вопрос второй. Вопрос здесь более глубже к проблемам лежит именно обоснованности назначения данного лесного участка в рубку. Поскольку озвученным актом было установлено, что акт лесопатологического, санитарного лесопатологического состояния лесного участка было установлено, потому что там на данной участке 100% свежий суток. Как показали предварительные проверки мероприятия, но эти сведения в действительности не соответствуют. Сейчас и в ходе проверки прокуратуры, в ходе служебного расследования, начат с департаментом лесного хозяйства, основной задачей является установить, по какой причине был составлен подобный акт. либо это халатные действия, неодлежащие исполнение своих должностных обязанностей, то есть ввиду действительно простой преступности, ну, не преступной, а простой халатности, либо это уже какие-то иные действия, но и на соответствующую оценку будет уже дана. Пока на данный момент нельзя сказать о том, какие будут приняты мер, мер естественно будут приняты, потому что нарушение закона налицо, но каково их, каково характер будет этих мер, это естественно будет приняты уже на завершающем этот проект. Вот что я хочу сказать по данному вопросу, ну и, как говорится, уже выходя за рамки, то есть смотрим, вот у нас мы говорим о том, что у нас лес похищается, да, незаконные рубки есть, но и вот тогда такие факты подобного рода выявляются и это заставляет просто меня организовывать проверки таким образом, что просто перепроверять с использованием, с привлечением специалистов уже по камеру лесного хозяйства, экологических служб и проверять обоснованность назначения рубку по регально проведенному обшору выборочному. Потому что весь объем проверки технически по числу. Но я в очередной раз обращаюсь к общественности для того, чтобы показывали информационную помощь, в частности в определении лесных участков подходит с рублями на зеленую. А если и право правительственного органа, и правительственного правительства не будет обыкнуть узнать, согласен, может быть, я не говорю, что огонь у нас каждый лесной участок, где осуществляется выработка зеленого леса, вырубается под видом постоль, поскольку вопросы санитарной безопасности в лесах намного шире, чем разделение зеленого и сухого дерева. Но если мы будем знать эти вопросы регулярно заниматься, я думаю, что порядка высотой будет больше. разрешение этого заявления находится на моем личном контроле, безусловно, ответ жителям верхней или нижней веерей прощение будет да, но при желании, если будет такое желание, будет озвучено с ним. Если такое желание будет, если есть такое желание, проверка с этим. Дверь садчат, действительно что там 30 гектаров насажен был. Это наверное представитель лесничества но если сейчас 30 я могу вам объяснить меня свете не есть в кубокуре. Квашка 146 на 17 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 заготовлено на 18 на 18 на 18 на 18 на 18 это считают представители департамента правильные отборного леса значит почему такого зеленого что вы дожди готовить или коммерческие интересы здесь начинает дело в том что она Я на самом деле купила ... 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 как определяется площади которые потом выставляются на акцию дело в том что там лесопатологическое там забрел самую площадь обследования больше дмитрий александр через все бумаги выстрелили я не могу объяснить почему выставил олег ледочка готовлю бумаги функциону и он выставил вот и на полиции я знаете такой вопрос почему у нас до сих пор взаимодействие между скажем администрации советов депутатов именно с вами мы то есть получается вы где-то пытаясь ну выделить допустим выдела какие-то но иногда не то есть не совпадают либо с жителями то есть каким-то причинам давайте как тут работать в этом месте совместно то есть то есть заранее же вы знаете в любом случае что вот это вот будет участок нас трубаться и на 12-м году работали сон я когда сказал по вашей да по нашим нужно мне одновременно прислать помните грасим ждать мы просили стекла воздух дождись и все посылать нам все контент вернее все бумаги без контракта на заключение а мы выборочно будем проверять и тем не менее такого не было такой практики так и не длилась и почему еще по моему стали вопрос то есть о мелком отпуске даже это будет там мелкий отпуск или подготовка на аукцион мы везли смотрели вот то что такой формат нам не предоставляется чем дочь я не могу стоять по этому вопросу потому что мы обращались к андрею нет он здесь будет вообще был где-то озвучено в сми мы еще в двенадцатом году взмутились а мы это обнаружили только когда начали рубить уже депутаты не услышали у нас не задав там 500 метров шириной по в общем то есть у нас нет взаимодействия за значит с ними у нас просто нет механизмов их обязательных сделать вот а вот почему нет обязать мы их не можем у нас есть комиссия вот мы этим делом занимаемся мы едем на своем транспорте какие-то делянки обследуем вот и игорь двоич постоянно ни одной не пропустили на действиях они комиссии совещания но государственные и привыкли работать в определенной степени по плану если мы будем собираться обсуждать кроме как разговоров из этого особо-то ничего не получится для того чтобы был результат мы должны меняется выражение не так слепые котят в разные стороны а знать четко но мы должны бороться с незаконными рубками ну каким способом ловить нам на улицу по ночам лесовоза у которых практически всех есть договорах мы продали не совсем продуктивно есть я полагаю что в данном случае надо и мы будем таким образом поступать есть у лесничества департамент лесного хозяйства утвержденные планы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий это те участки которые по мнению лесничества подлежат назначению группу вашему санитарно первую очередь на основании заключений а то есть логическое заключение потому что либо полную высыхание высохший либо высыхающие какие-то и как-то проводить выборку этих лесных участков проводить их осмотр и при необходимости обследования с целью обоснованности сомнений в обоснованности назначения этого участка у меня такой виденький проблемы не с своей стороны именно так и будем делать потому что проверка тела рамот одно мы этим занимаемся естественно будем заниматься на протяжении как минимум до конца года и она определенный результат дает но я говорю проблема находит на много глубже работа тебе надо сказать не за непосредственно с моментом назначения у меня такое как бы предложение в том числе причем информации это не носит никакого секретного характера я думаю на запрос о разных местном управлении такой план будет им предоставлен и со своей стороны обеспечить обход силами территориальных управлений тех же лесов на территорию я думаю я тоже вот об этом принципе вы прошу что у нас нет этого плана но когда я обратился допустим к ним они говорят у них тоже его нет как такового не надо происходит потому что они все передали собственникам есть собственник арендатор леса который по своему 100 поясните пожалуйста на аренду у нас все ответственность за пользу несет арендатор у нас еще и достаточно большая площадь лесов который делал в том что очень пускай там арендатор не важно что ли там зеленые рубили не жаль будет арендатор нет я ударил нас так слов и сопользовать у него есть лесная декларация о своем лесу но если не усыкать ему надо его рубить дело то все в другом что вот если вот нам например вот как мы просили вот резец лесничек нам присылали вот например раз в месяц у нас есть папочка там 20 лесосек отведено и вот из этих 20 мы примерно знаем где пожары были где пожара нет мы съездили посмотрели если нормальный пускай не отворим и единственное что я могу предложить в настоящее время в городской прокуратуре создана межрецкая рабочая группа она давно создана но немножко она сейчас расширена вопросов вопросов после следения природоохранного законодательства если у совета депутатов желание есть то можете делегировать своего представителя я по согласованию был включен состав межрецкая рабочая группа который мы проводим минимум раз в квартал ну и определяем объекты подвижающие проекта свеча сведения налажено поступление сведений об отведенных лесосеках сведения оборудовало пройденный пожар у нас поступили имеется и будем просто сравнивать и смотреть сомнительно ли назначение данного участка или нет требует до выставки с лесоподолгом там специалистов его нет его надо называть и попробуем вот таким образом хотя бы посмотрите я согласен да есть у нас проблемы леса как на долгих выставки видите как они уже в таком состоянии находятся буквально месяц и другой три года они на следующий год они будут пути неликвидные и спасать их у нас нет но когда вот такие случаи выявляются на данный момент решение рубить либо не рубить в состоянии везде проект не менее просто то есть разрешение дает там водитель лесхоза это ледния лесосов совершенно у нас вообще когда таким образом определяется порядок там лесопользованность в части вырубки да значит у нас есть там материал лесустройства ли у вас есть до которым определяется там определенный процент который подлежит вырубки да и продажи вот они определяются вот эти вот зоны а договор на куплю-продажу или на русскую зеленых посажений заключать департамент и снова хозяйственной городской области по материалам лесу не требует лесустройства или с инвентарно-вздоровительной нет он имеет вообще дуршок или зато вот на там смотрите тут там отвезти когда у них там 10 лесников целый район а именно отвезти и проконтролировать вот смотри что мы здесь вот не украли и так далее просто не встанет в дел поэтому говорю я удивляюсь чем они с нами не контактируют ну как бы хотим помочь в этом плане сам я для меня это очень большое удивление хотя есть понимание что они это сами не сделают поэтому и оходит зеленый лес когда это куда-то ушел поедет понятно что он не поедет он просто не встанет в дело даже в одну зеленку в день поедет 30 дней сейчас прошли аукционы поселилась политическую я ездил когда на делянке смотрю значит древесины продали как горельни а там где-то мы не буду рад это процент в 40 30 падает зеленого леса почему его не войти почему не такие они умрят там не было пожара дело в том что я просто ответил они подали за 2 за бесценок 26 рублей за пуп зеленую секундочку давайте может быть если можете сейчас ответить если нет я сейчас я думаю николай вопрос заднего вы его пожалуйста отметим себя и нам дайте ответ на это понимаешь что это какой-то конкретный участок справа для видео там гигантки вообще во всех гиганты попадает даже до 50 процентов зеленый лес огонь это уже там речки речка но сейчас не за коричку пожарный прошел за речки даже не по жармись и предприятие совсем попадает в эту речку и вместе с горели к мы готовы натуральный зеленый на ища шишки она естественно способно сейчас по конкретному месту вот это можно сейчас определить не знаете просьба давайте договоритесь пожалуйста вот вместе сесть на машину и доехать и до конкретного участка и покажите где это находится вот либо сейчас договоритесь либо там как вот у нас и я закончу то есть вы просто определите да у меня по первому вопросу счет какая просьба значит только вам огромные просьбы после того как будет завершено ваше служебное расследование наш адрес направить информацию до что проведено по пока такое расследование определенные такие виновные примены такие-то меры сказал чтобы делегировать до включить комиссию придавать мне кажется мне кажется мы уже делегировали по вопросам природных природных охрану вот эту комиссии да вот из этой комиссии мы же прямо сейчас назначить человека вот давайте прямо сейчас назначим если у кого-то есть желание а можем двоих разами потому что да чтобы был ну давайте сразу кто кобякова я предлагаю у меня еще просьба к жителям вы письменное обращение написали значит вот сейчас ответ вам вам получено что рубки приостановлены пока нет но это вот сейчас вот мы получили устный только ответ конечно 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 сейчас пока тихо мы каждый день там служить на буквально 300 метров от моего дома давайте на это на моей я в любом случае в любом случае здесь надо отвечать на то что письмо адресовано с игорь васильевича я буду отвечать и буду ответ готовить основание этой той вот информация которую мы и сейчас говорили она первую очередь устная да как только будут какие-то документы в виде заключение о проверках тогда я тоже направлю но предварительно вот я буду озвучить и напишу вам информацию о которой вы сейчас говорим этот девушке присутствует прошу и только втором вопросе вырубки зеленого леса соль кладра сумасшему массива и грима поистинга грузили люди обратились так телефоны я подъехал в общем-то заправки этой крайне юбилейные в общем-то увидел так против что зеленый лес очень много то есть с вами повалено и опять он все такие не в курсе и хорошо добрые люди есть все-таки варьет поэтому возник срочный вопрос приехал андрей ваш лесной контроль пояснил что с его слов дали что такое приставим вторым пришлось следить и говорит да действительно здесь это законная все значит территория вопала в м за единственное говорит мы не поняли что так много большую площадь если вода вода это немного второй горит вопрос из этого мы предлагали пройти через горельник и не вырубать зеленую зону и там на 600 метров я чтобы говорить больше оказалось и завод сказал о том что нам хотелось пояснить все рубится на основании газового номер 23 от 13 года для строительства объекта вензии площадь у них 3,2 гектара вырубают они в районе 12 метров полосы да предлагалось но не пошли экономически это очень не выходных и небольшой уход я чему-то 15 метров это как раз только вот по улице я вот думаю что у вас есть здесь представители сейчас ты вон что дело в том что у них два договора по изначальному договору полоса была уже второе договор сделали еще дополнение вот единственное вытекает из всего того что предлагал у нас Орлов депутат и пришли с этим не вырубать зеленые насаждения а получается у нас какая-то обратная не взаимодействия опять получается просто не взаимодействие каких вопросов нет давайте выслушаем вторую статью нет я ничего не говорю так добрый день уважаемые гепутатские представители власти я являюсь представителем МЗ директор по строительству МЗ все объекты которые мы строим для МЗ курируем значит что касается строительства данного водопровода значит его необходимость вырубки лесных насаждений вызвано строительство наружных сетей значит причина наружных сетей водопроводов было вызвано тем что в районе Жуковском вода низкого качества количество не обеспечивает потребность жильцов значит коллегиально в составе водоканала администрации и естественно МЗ принято решение что инвесторам выступит ОВМЗ и проложит этот водопровод значит изыскания показали что ближайшие скважины которые можно для забора воды бурить это МОТМОС естественно возник вопрос по прокладке трассы было обращение в администрацию после чего был выдан нам проект выдачи в аренду участка под прокладку трассы это было сделано в 2011 году значит естественно его все утвердили и глава администрации и все службы значит мы от этой трассы никуда не отклонились единственное что потратили где-то полтора года значит мы заказали проект освоения лесов с целью минимизации потерь и вырубки леса получив данный проект который делался примерно в течении года мы отдали его на государственную экспертизу дабы проверить не было ли каких-то отклонений там завышений значит экспертиза показала что данный проект выбран с минимальным влиянием на влияние на природные ресурсы с минимальным после этого был выбор подрядчик естественно привлечены службы лесного хозяйства которые нам четко определили границы что касается выбора границ есть критика определенная что водопровод можно проложить там ну на трассе шириной где-то метр два много было предложений во-первых согласно норм охранная зона водопровода они пять метров в каждую сторону то есть мы должны понимать что проложить водопровод в каждую сторону если отложить по пять метров то уже десять метров в этот примерно в эти рамки мы уложились у нас где-то есть девять метров где-то есть одиннадцать то есть мы прошли по минимуму что касается результата значит помимо того что мы обеспечим водой чистой за счет обмз не только в микро жуковский также в микро жуковском будут установлены дополнительные пожарные гидранты которые отсутствуют во время пожаров десятого года столкнулись с проблемой что и тушить то нечего и негде запитывать во вторых параллельно прокладки в жуковские мы выполнили уже проект и выполним отвод за водоснабжение микрорайона юбилейный а также уже в рамках этого проекта мы обеспечили чистой водой и мотмос так что здесь сложно уже поясняю то есть был и второй проект то есть он уже позже был то есть не врубая зеленый лес мы вот о чем говорим я этот проект не видел этот будем говорить это на словах вы были самым оптимальным мы прошли самым оптимальным был еще проект изначально по центральным дорогам города проложить водопровод то есть по улице пушкина был такой проект именно сгорело там проложить там оказалось на 600 метров просто протяженность больше из-за этого завод пошел как бы экономически невыгодно в одиннадцатом году был сделан на октябре земельный участок позвольте я пару слов добавлю объект строился и сама станция обезжелезивания для мотмоса в мотмосе была проблема с водой построили станции обезжелезивания в рамках выдачи технических условий на строительство дома номер 12 микрорайон Жуковского который строили металлурги были выданы технические условия водоканалом на основании которых этот водовод должен был пройти от станции обезжелезивания в микрорайоне в их промышленное и в районе мотмоса до этого дома акт выбора был сделан в одиннадцатом году изначально говорилось о том что мы пойдем в районе теплотрассы для того чтобы впоследствии можно было в том числе развивать дорогу которая там есть и которая там фактически ну накатана назовем ее так в связи с этим этой трассы придерживались изначально с самого начала а именно с одиннадцатого года представитель нашей администрации выходил непосредственно с Андреем олеговичем насколько я знаю обладаю информацией и они лично проходили считали каждое дерево для того чтобы можно было минимизировать эти затраты о которых вы говорите на вопрос представитель завода и Денис Андреевич то есть из всего вышесказанного я понял что вырубают лес не больше чем ради воды а ради дороги нет конечно представители вам за это вообще не нет но есть же технологии которые проходят под деревья зачем вырубать лес если проложить водопровод где необходимо если вы говорите метод прокола то метод прокола во первых он имеет ограничения во вторых вы должны понимать что деревья могут повредить водопровод у водопровода есть своя охранная зона о которой я уже говорил пять метров в каждую сторону и если где-то небольшой участок я допускаю прокол сделать десять метров там ну пятьдесят метров но не три тысячи сто пятьдесят метров это раз во вторых на протяжении три тысячи сто пятьдесят метров не везде было стопроцентное зеленое насаждение значит если проанализировав вырубку есть проект в котором указано деревья количество деревьев то о зеленых насаждениях серьезных требующих внимания это составляет от десяти до пятнадцати проект сорок пятьдесят процентов сорок пятьдесят процентов это горельник и будем говорить березы там допустим диаметром не более 15 сантиметров у нас есть проект освоения лесов есть его экспертиза на основании его мы заключили подрядная организация которая выполняет прокладку водопровода также они выполняют вырубку есть у нас при получении разрешения на вырубку у нас есть определенные требования к нам то есть мы данный лес должны сохранить вырубленный и выставить на торги данные деньги пойдут потом в бюджет двумя руками за завода снабжение города я немножко понять представитель из хозы сказал что был сначала один договор на одну ширину крассы потом получился второй договор на более широкий крассы второй договор подачи кого но уже объяснил что именно охранная зона нет разрешите я объясню как представитель выставки макологического завода я непосредственно как юрист занимался оформлении договоров аренды земельных участков ну первое нужно сказать что действительно была длительная процедура выбора земельных участков и фактически земельный участок проходил двойной выбор первый выбор земельного участка был на уровне администрации то есть определялась вся конфигурация трассы водопровода как по территории населенного пункта города так и по территории земель лесного фонда от рекорд юбилейной до выкса промышленной это первое и второй выбор участка пошел уже в соответствии с лесным кодексом тоже присутствовали акты выбора лесных участков где присутствовало согласование администрации городского город выкса и отделы по экологии межрайонного где все согласования были получены для чего была сделана такая полоса отвода широкая дело в том что есть строительные нормы и правила которые предъявляют требования к производству работ по строительству определенных объектов водопровода и к безопасности этих работ то есть полоса отвода выбрана не только по ширине прокладки самого водопровода и его охранной зоны но и плюс та зона которая должна обеспечить возможность проезда техники обеспечения безопасности работ на данном объекте соответственно без каждый метр той полосы отвода на стадии выбора лесного участка был обоснован со ссылкой на соответствующие строительные нормы и правила почему два договора как раз связано первый договор был заключен именно на целых шестьдесятых гектаров именно под ту часть которая непосредственно занята водопроводом то есть ширина водопровода и охранной зоны вторая часть дополнительно это та часть которая необходима для обеспечения возможности безопасного производства работы на этом объекте и плюс я решите дополню плюс дело в том что именно конфигурация этой трассы была выбрана в том числе с учетом минимизации рубки лесных насаждений именно вдоль существующей теплотрассы то есть рубка идет полоса отвода на самом деле в одну сторону от строящегося водопровода лесных насаждений нет потому что там уже идет пересечение сохранной зоны именно этой теплотрассы то есть вырубка идет только в другую сторону где необходимо обеспечить нужную площадь у вас первый договор на 0,6 десяток а второй не куба не куба это площадь гектара 0,62 а второй 3,26 ну то есть вот этот провод надо 0,6 да а вот ту зону в которую подъехать еще 3,2 я говорю что если бы вы сказали дополнительно 0,6 к 3 это понятно а когда вы к 0,6 сделали дополнительно 3,2 понимаете что я уже сказал что данные вопросы все основаны на требованиях законодательства и никаким образом от них не можем уйти без соответствующего обоснования мы не могли а ты что хочешь сказать ну в чем как бы это то они что же нормативы то не видели при первом заключении договора что такие нормативы и тогда может им бы не выделили вы именно в этом хотите сказать да что не видели нормативы при первом что ли или вот в чем я никак не понимаю почему вопрос такой что мы сейчас пытаемся как можно больше сохранить зеленых наслаждений мы боремся за восстановление парка мы обращаемся к губернатору мы создаем комиссию которые вы понимаете у меня тоже есть работа но мне приходится на уазике по лесам ездить в составе этой комиссии и вдруг нам надо 0,6 гектар чтобы проложить водопровод у нас есть этот заключенный договор и мы еще дополнительно просим 3,2 чтобы это все вырубить вы не совсем корректно говорите нам нужно для того чтобы обеспечить обеспечить безопасность работы возможностей производства не вся не вся площадь занятая не вся эта площадь вырубается понимаете не вся а только и часть я как участник этого процесса все таки эту чистую воду я там тоже в этом участке поэтому давайте я тоже так имитирую вообще заказчиком всего этого мероприятия является водоканал соответственно мы сейчас о чем говорим то что сделано сделано ну наверное тяжело сказать что в соответствии со здравым смыслом но однозначно по закону поэтому сейчас мы обсуждаем совершившийся факт а по сути мы сейчас на всей комиссии обсуждаем то что у нас нету согласованности и если заказчик в лице водоканала или например администрации там ну совместно наверное с нами проработал бы этот вопрос более плотно и сказал что не надо мне строить в соответствии с ГОСТами с НИПами и по там градостроительным каким-то документам а сделайте мне пожалуйста только приметы как заказчик для завода это было бы дешевле для города было бы меньше вырезано леса и всем бы все устроило но формально подошли к вопросу о том как это сделать на выбор сделали проект и в соответствии с законом максимальную вырубку вырезали и получили то что получили вот и все поэтому мы сейчас обсуждаем то что у нас есть формальный подход ну вообще к проведению работ связанных с лесом и мы в итоге видим все эти проблемы только на момент начала либо уже окончания вырубки вот то есть нам по сути дела надо усиливать контроль на момент принятия решения того или иного вот давайте вот здесь вот давайте поподробнее на самом деле понятно что факт да но мы должны проанализировать что в дальнейшем нужно сделать но вот потому что им надо проложить они обязательства выполняют я вам еще дополнительно поясню если возможно последствия разрешите дело в том что первое древесина которая срублена она остается федеральной собственности будет реализована то есть то есть ВМЗ ничто не вправе все присвоить и эта древесина остается собственности государства она будет это первый момент второй момент строитель земельный участок берется на время строительства то есть водопровод подземный как только водопровод будет построен получено разрешение на ввод объекта эксплуатации регистрировано право собственности на него выкнут автоматологический завод от аренды всего этого земельного участка откажется и тот земельный участок в принципе можно проводить озеленение этого земельного участка то есть высаживать зеленое саждение за исключением границы охранной зоны 0,6 в администрации будет участок 0,6 и платить за него будет никто не будет платить вопрос о деревьях поймите в этом же обтексе возможно восстановить ничто этому не помешает только будет некая охранная зона Александр Валерьевич о чем говорит совершенно правильно рассуждаете это немножко не то все правы речь идет о том речь идет о том что не стало меньше Александр Валерьевич ну дай сказать речь идет о том что те деревья которые уже срублены они назад уже не вырастут была возможность как оказывается меньше срубить деревья правильно вот речь идет именно об этом поэтому и сейчас у нас задача стоит вот эту ситуацию может быть так показательную проанализировать и подумать там путем координации там какой то и так далее при реализации подобных проектов минимизировать ущерб вот о чем речь Александр Валерьевич я правильно понимаю поэтому я задавал вопрос кто принимает решение в итоге вырубать ли если не вырубать там собрались вопрос у него и решили не давайте не будем 13 метров делать а сделаем 3 просто извините в результате данного скажем водовода 700 кубометров леса 700 из них 600 именно зеленого и надо здесь формируется акт натурального технического обследования значит у нас здесь в комиссии просто члены администрации в основном это рай чебуханов кирилев абдулаева петрушев гончаренко это акционерное общество господин другое а земля вообще никого нет то есть мы не знаем мы не владеем ситуацией поэтому вот от нашей комиссии предлагают даже включить состав и иметь подпись человека не меня то есть состав той комиссии которая определяет ну понимаете да полисным территориям не по всем я то все понимаю здесь здесь знаете как палка о двух концах мы можем все что угодно контролировать но являемся ли мы экспертами вот в этой области вот включи меня сейчас я там что понимать не я про это говорю там там каждую подпись ставит должностное лицо которое отвечает за свой функционал если я не ошибаюсь ну так вот и нужно ребят нужно как-то вот так все таки аккуратно мы можем везде в твою руку наложить но будет ли это мы будем накладывать мы будем во первых знать где чего строится где чего выделяется это раз да а потом все таки вот так же собраться и посоветоваться вот для чего речь то идёт мы не пытаемся а можно вопрос а вот когда выделяли участок знали что нужна 10-метровая зона для обслуживания как же тогда выбрали такой участок чтобы столько деревьев порубить это сам самый оптимальный вариант оптимальный для завода но не для поверьте для завода любые дополнительные затраты это наши затраты которые мы как его компенсируем и нам чем уже тем лучше для нас поверьте мне если бы мы стилили бы не 700 кубов а 7 кубов это нам лучше но кто это все таки вот нам нужно понять где мы можем построить такой вот осуществитель там 100 метров ну и что вам ответили на это не буду больше ну давайте конструктивно уважаемые коллеги вот тут объявили о том что охранная зона 10 метров извините 10 метров но эта охранная зона говорит о чем о том что в этом районе нельзя работать а то что растут деревья их вырезать не надо понимаете это мы ни за что ни про что уничтожили такое количество лес охранная зона говорит о том что наоборот в этой зоне ничего в том числе деревьев не должно находиться нет производить работы еще раз я акцентирую внимание на то что целый год был разработан проект освоение лесов куда направляли все исходные данные что будет проходить по лесополосе водопровод какого диаметра какой глубине как он будет проходить и в проекте освоение лесов все это прописали и влияние и размеры вы понимаете после этого проекта освоения лесов прошел экспертизу государственную и принять решение чтобы от строительных норм откладывать и оспаривать проект освоения лесов я думаю что никто из присутствующих наверное не возьмется вы должны услышать что ВМЗ все затраты несла чем меньше мы бы выполнили работ тем выгоднее нам понимаете мы не заинтересованы в рубке леса вообще вот если бы был был мы являемся инвесторами от начала до конца и мы заинтересованы мименизировать свои затраты хорошо вот смотрите коллеги на самом деле вот мы с Дмитрием Александровичем сейчас тоже все так пошебрушились так мы с ним тоже устроили знаете какое есть предложение вот где можно действительно осуществить ну общественный контроль да со стороны депутатов значит у нас ну механизм какой идет при реализации каких-либо проектов у нас начинается все там с земли да идет акт выбора земельного участка вот Дмитрий Александрович еще предлагает что если но это уже это пожелание к администрации потому что это их полномочия и непосредственно их обязанности делать акт земельного участка поэтому пожелание такое посмотрим надо его как-то оформить может быть подумаем при если делается акт земельного участка в которые попадают земли лесного фонда вот вы чтобы давали либо на согласование либо ну хотя бы ставили в известность совет депутатов да по данному проекту вот вот о чем речь идет ну я не знаю насколько это будет у нас ну по крайней мере мы будем знать нет еще раз значит заказчик или кто-то обращается за строительством какого-то объекта ему необходим земельный участок земельный участок при акте выбора видно что он попадает на земли лесного фонда и предстоит или предполагается вырубка зеленых там насаждений или еще каких-то вот если в акте выбора получается такая ситуация чтобы его ну запланировать время согласовать или поставить в известность ну допустим экологическую комиссию советских депутатов или я не знаю давайте определим чтобы с одной стороны не мешать хозяйственной деятельности с другой стороны с другой стороны контролируем мы в курсе как нас хорошо другими словами чтобы быть в курсе да потому что мы как слепые котята хорошо с другой стороны чтобы не быть как слепые котята если так удобно Денис Анатольевич Чего ты скажешь на это дело? По опыту? Я поэтому и переспросил очередной раз. В землях лесных насаждений, пожалуйста, мы будем давать, информировать экологическую комиссию о том, что мы выдаем такое условное изменение. Сейчас готовят захвыбор измельного участка, и перед утверждением его, как глава администрации утверждает, да? Да. Перед утверждением главы администрации пройти согласование информации, информирование Совета депутатов. Хорошо. Хорошо? Хорошо. Давайте тоже тогда вот так его отметим, вот это вот момент. В этом случае мы будем отчислять о том, как минимум общественных конкурсов. Вы пишите совет на депутаты, которые... Временная комиссия по... Мы за чего-то, она не нужна. Хорошо. Все, да, когда... Так, у нас... Александр Александрович, а вы никакие бумаги дадите? Алексей Михайлович, спасибо, Алексей Михайлович. Алексей Михайлович, пояснили. Нет. Третий вопрос. О работе Павловской комиссии и Роскому Курсу. Хотел бы, чтобы пояснили, как прошла, как прошла Павлова. Уважаемый Игорь Васильевич, уважаемые депутаты и превосходные. Ну, я коротко остановлюсь на работе Павловской комиссии в этом году. Но прежде я хотел бы сказать, что весенний городок – это циклическое природное явление, которое повторяется ежегодно. И ингрессивность его и те потери, которые можно нанести, зависит от новых факторов. В том числе, во-первых, о проведении подразделительных мероприятий, которые мы делаем. Во-вторых, от тех метеоусловий, которые сопровождают этот Павлов. Еще в феврале месяце была создана противопаводковая комиссия по подготовку к Павловску этого года, на которой на основании анализа проверения Павловсков прошлых лет и тех событий, которые были в Павловске, особенно подкопления населенного пункта Проволочного, подкопления участков даже здесь в городе приусадебных, проанализировал эти все события, которые были в те годы, уяснив причину этих все-таки прошедших событий. И на основании того прогноза, который нам предоставила метеослужба на этот год, на основании тех запасов снежного Павлова, который мы имели, точнее, был на территории нашего городского окружения, был и разработан план работы этой комиссии. Прежде всего, было обращено большое внимание на проверку технического состояния всех гипертехнических сооружений, которые могут повлиять на качество проведения Павловска и привести некоторые из них, если будут технически не готовы, даже к большим авариям, крупным авариям, к различным ситуациям. Это прежде всего, значит, все наши гипертехнические сооружения, которые принадлежат заводу, нашему заводу ВМЗ, и плотина новосткового суда, которая в настоящее время является муниципальным собственным. Заранее, чтобы поблагодарить заводчан, мы работаем с ними всегда в тесном взаимодействии и находим, в общем-то, понимание. Они всегда, в общем-то, проводят эту работу качественно и представляют нам всю информацию. Так как 19 марта были отширены гипертехнические сооружения комиссиона больших плотин, согласно факту, результату этой проверки есть заключение, что все гипертехнические сооружения находятся в технически исправном состоянии и готовы к безаварийному пропуску в полугодии этого года, то есть готовы исполнить те основные задачи, которые не продолжены. Что касается Снавицкой плотины, было по инициативе инициативе Павловской комиссии устроено в уездное совещание, то есть в уездное совещание прямо на перее плотины, потому что были сомнения в готовности сифонного водосброса воды к его безаварийной работе. Значит, на этом совещании, в том числе и комиссиона, было обследовано и основной водосброс и поставленной задачей на более детальное обследование сифонного водосброса. По результатам проверки выявлены незначительные недостатки той задачи, но тем не менее были научены работы по его укреплению, которые возможно провести и после проведения парка. Ну, это вот основные такие работы, которые могли, то есть проведение, не проведение которых могло бы привести к более тяжелым последствиям при тех или иных обстоятельствах во время парка. Ну, помимо этого, традиционно, значит, ставятся задачи всем организациям, начальникам территориальных управлений на проведение тех подраздновительных мероприятий, которые влияют на качественное проведение парка. В первую очередь хотелось бы отметить, что учли опыт прошлой осени, когда у нас черный ушел пруд, в общем-то, в своевременно там... Врезной. Да, врезной, извиняюсь. Врезной ушел пруд, в общем-то, мы ушли затопать, и в этом году, значит, за каждым даже маленьким прудком были назначены ответственные, которые контролировали уровень воды и представляли доклады ДДД с округа. Затем, значит, была проведена определенная работа с населением нашего округа. Я имею в виду, что распространены памятки, как действовать на случай той или иной ситуации. При этом были задействованы средства массовой информации. Большое внимание было выделено и на работе вопросов современного оповещения населения. Здесь глава администрации утвердил график проведения учебных номеров населениях пунктов по оповещению. И вот начиная с конца марта, вернее, конца февраля месяца, мы еженедельно проводим тренировки по оповещению населения каждую среду в одном-двух населениях. Так, например, вчера была проведена тренировка в ближнеке Сочном. За это время мы уже провели тренировки 14 населениях тоже. Также было внимание уделено и подготовки тяжелой техники на случай какой-то аварии. Заключены договора с том, да, выксенское, с том, да, джеки, с региономами, которые, в общем-то, всегда его на встрече, и... А как вы знаете, что там? Ну, короче. Ничего, чрезвычайно, не случайно. А теперь вот хотелось бы сказать, что... Нет, давайте будем рассказывать, что... Нет, переходим к другой замки. Надо показать, что... Нет, сказать о том, что... Коронная Российская цередия. Надо сказать, вот что, надо понять, что спасибо, надо сказать, вот мы можем усидать, когда проходит все так более-менее спокойно. Можно сказать, в данном случае, спасибо Богу и тем эти условиям, которые сопровождают наш Павел. Ну, для этого мы просили спросить, нормально, нормально, нет, значит, что-то есть какие-то вопросы. Но необходимо отметить, что работ для проведения следующего пауза 2015 года больше, чем предостаточно. И я хотел бы обратить на это ваше внимание, что не всегда так будет, это разно. Не всегда будет так мало снега, не всегда будет так тепло, начиная с марта месяца. А для того, чтобы мы были спокойны, нам нужно провести очень много подожиданных работ. Первая причина того, что подтапливает постоянно населенный пункт Проволочная, это большая загрязненность русла реки Железницы. На участке от Вильского пруда до запасного пруда. То, что подтапливает у нас здесь участки, вот улица Флаковая, Почтовая, в районе, вот вдоль реки Выпсунки, Это опять же, нужно углублять дно реки Выпсунки здесь и опять же реки Железницы в Галии. Нужно заниматься вопросами берегового укрепления этих лет. Теперь, для того, чтобы мы могли спокойно ожидать пауза 2015 года, необходима и большая работа по вопросам благоустройства города и других населенных пунктов. Это ливневой канализации, так называемой. Даже, вот взять, если населенный пункт, как Верхний Вилья, и там много вопросов есть по ливневке. Анатолий Иванович, мы знаем, в принципе, на бюджетной комиссии, как бы такие вопросы тоже обсуждаем. Это же вопрос касается больше эфироса. Мы все видим, что он проходит более-менее нормально. Нельзя считать, что он прошел уже, но, по моему мнению, все так и закончится. Более-менее счастливы для нас. Готовьте смету, чтобы речки чисты, правда, не поймали. Влад, спасибо огромное. Население надо привлекать, Алексей Михайлович. Если бы, в двух словах сказать, по акваториям бассейн рек, которые у нас есть по водохранилищам, они заполнены где-то на 60%. 60-70%. От той точки, которая как бы среднегодичной должна быть. Снаряды есть или очистить? Есть. Патроны есть. Есть. Перейдем к четвертому вопросу. Это восстановление пророка деревни Грязна, городской области. С администрацией как-то себе. Можно спросить. Есть. Погрязна. Ну что? А кто же? Здесь Латочка. Понятно. Я в двух словах, да? Я думаю, что вопросы будут иного характера, но я скажу, что администрация с этой стороны сделала. Или не стоит сразу к вопросу перейдеть? В принципе, нет. Нет, в двух словах. Сейчас идет очистка. В двух словах. Были проведены конкурсные процедуры. В рамках этих конкурсных процедур основным моментом в техническом задании являлось, что мы определили согласно технического задания определенную территорию в районе Грязной для того, чтобы на эту территорию свозить грунт, который будет очищен со дна этого пруда. Определи определенную кубатуру, то есть сколько на этой площадке окажется кубатуры вырезанного грунта за такое количество этого грунта администрация городского округа и заплатит. Вы конкретику не сделаете? Я сейчас скажу конкретику. Подождите секундочку. Я вообще вопрос так не ставился. Просто само процедурное. Я не знаю, с чего вы взяли вот это вот. Я хотел сказать, что о восстановлении. Получится у нас в этом году как бы завершить, скажем так, восстановление этого пруда? Вот сейчас на текущий момент идет подготовка технического задания. на выполнение работ по проектированию и установке самого телоплательства, скажем так, если в двух словах. То есть мы сможем, скажем так, в этом году поставить, чтобы у нас в весной, мы напомним, как он планировали? Мы ставим себе такую задачу. Денег, наверное, нет. Есть. Денег нет в бюджете. Чего сможем? На эти средства в бюджете округа было запланировано 2,5 миллиона рублей. Потраченные из них сейчас нисколько нет. Средства есть. Средства есть, бюджетная комиссия. В рамках благоустройства по 6,5 миллиона рублей. Бюджетные деньги не заложены. Самое главное, что он здесь подтвердил, что будут работать в этом году. Думаю, что в любом случае сделаем. Потому что мы обещали и жителям. Начать должны мы, в принципе, как бы с 2013 года, мы перенесли на 2014. И я считаю, что в 2014-м завершении, а в 2015-м и в 2012-м будет намного. Согласен? Да. Можно вопрос? Вопросы? Да, Денис Анатольевич. Денис Анатольевич, вы тут немножко оговорили, скорость про расчистку этого труда. А определенное место, оно конкретно, можете назвать, куда должна свозиться земля с этого труда? Район деревни Крязной, где разворотная площадка на въезде. Так, где разворотная площадка на въезде, да? А я вот проезжала в сторону кладбища, туда, в сторону Барковки, да? Почему-то она вообще в другой стране лежит. Юг. А больше меня вопрос интересует, вы как определять будете кубатуру вот этой земли? То есть при наличии в поле прям, да? Да, ну наиловно. А тогда мне скажите, пожалуйста, вот я часто езжу вдоль Тима, почему-то эта земля возится сейчас к территории к Тиму. Там машин порядка 200 уже. Вы как будете, около Тима определять или же около Грязной? Нет, около Грязной будем определять, однозначно. А почему она на Тиме оказывается? Мы уже находимся, конечно. Подождите, Игорь Ильич, почему она находится сейчас на Тиме, эта земля? Это, мне кажется, нарушение условий договора. Я еще раз подчеркиваю, что... И гораздо, я вас можно еще перебью? Гораздо в разы больше у Тимы земли лежит, чем нежели у Грязной. У Грязной я не считала. Я хорошо считаю, да, шлак в особенности, теперь землю. Вот в Грязной порядок, ну, 20 машин, а у Тимы 200. Вы нарушаете, мне кажется, условий договор, у вас есть определенное конкретное место. Вы можете вот это присутствовать? Да, могу. И потом еще один вариант, как вариант. Вот я даже не буду кривить душой, я Татьяна Васильевна говорю. Эта земля считается самой ценной. Лучше, чем навоз, чем чернозел. Почему бы, когда заключался договор, почему бы не сделать предложение, чтобы продавать населению, жителям в Иксы, вот эту землю для удобрения? И эти деньги, чтобы от продажи поступили не тому человеку, с кем заключен договор, а в бюджет именно в Иксы. На установление того же пруда. Да, на установление того же пруда. Игорь, погодите. Вот если я посчитала, если 3-4 тысячи за машину, как она продается сейчас так же и населению, в Шиморском эти кучки земли, там, допустим, в Грязной я видела кучки земли у некоторых, можно было, конечно, и потратить это на установление и платить. У вас выступление? Нет, не выступление. У меня вопрос. У вас ощущение, что у вас выступление. Вопрос, Денис Анатольевич, объясните, пожалуйста, как вы будете определенное место в Грязной, да, по договору, будете считать кубатур 7 тысяч кубов, по-моему, насколько я знаю. Как вы определите, что там 7 тысяч кубов? Вы перевезете с Тима назад землю? Или же будете у Тима, у Грязной, в Шиморском? Объясните мне, пожалуйста. Я вам объясняю конкретно, что конкретно площадка определена в районе Грязной, и все, что будет находиться в районе Грязной, будет оплачено в рамках муниципального контракта. Денис Анатольевич, а я вот слышала разговор, да, на Грязной, что Игорь Львович каким-то образом благословил господину Фролову взять себе на территорию Тима, где у него офис, и благоустроить там территорию. Какого-то согласного договорения. Я на ваш вопрос ответил. Я сказал, что будет оплачено в рамках муниципального контракта. Я думаю, что этого достаточно. Татьяна Васильевна, с вами мы тоже уже разговаривали. Ответить на ваш вопрос я могу сразу. Согласовывать вывод какой-то части. Я его еще не задала. Уважаемый Денис Анатольевич, давайте уж не будем передергивать, а? Вы все-таки помоложе даже меня. Я думаю, что вы передергиваете совместность на Тима. Вы можете думать, что все, что угодно, а у меня просто информация для депутатов, поскольку я этим вопросом занималась. Вот. И вы, и Игорь Львович мне сказали следующее. И я считаю, что это вот неправильно. Игорь Львович сказал, что, к сожалению, мы решили двухуровневое уравнение. Хотя могли решить трехуровневое. То есть, до того, как начать расчистку пруда и объявлять этот конкурс на производство работ, надо было продумать, куда девать этот грунт с наибольшей пользой для бюджета, или для жителей, или для чего-то другого, какие-то цели поставить. А получилось, как всегда. И я в этом, кстати, Денис Анатольевич, вижу коррупционную составляющую. И думаю, Дмитрий Александрович, что-то будет интересно. Потому что, значит, никто не озадачился этой землей. И распорядились таким образом. Тот, кто победил в конкурсе, он, зная, что он будет вывозить, и что это такое, быстренько как будто бы написал заявку, чтобы ему дали на благоустройство муниципальной территории. И ему тут же сказали, да, пожалуйста. И он начал чистить пруд к себе, к Тиму. Если даже согласиться с этим и говорить о том, что да, пускай на благоустройство муниципальной территории идет эта земля, тогда вы оцените, а какое место целесообразнее благоустраивать в первую очередь? Ну, никак не Тим около железной дороги, около складов, забора складов. И около Тима, где и это здание, вновь построенного победителя вашего, кто чистит пруд. И он, кстати, я проезжала на это место. Там, с одной стороны, такой Шанхай из сараев и старых домов стоит, что около Шанхая благоустраивать, ну, просто нецелесообразно. Это первое. Во-вторых, там навезено земли столько, что ее, ну, я не знаю, надо рельсы все эти засыпать, если вот там благоустраивать. Второй момент. Кроме того, что вот на этом треугольничке земля вывезена, она прямо под зданием Фролова свалена. А это, ну, никак не муниципальная земля. А дальше я услышала, ну, даже бог с ним, если бы это было все так. А дальше я услышала следующее от Игоря Львовича, что они ему разрешили 2000 кубов, хотя вот вы цифры не знаете, а я их помню, что на 7000 кубов заключен договор на вывоз, а на 2000 кубов Фролову, значит, разрешено отвезти туда землю к Тиму с тем, чтобы благоустроить там территорию. При этом, Игорь Львович оговорился, за погрузку этого грунта 2000 кубов, которые он к себе вывезет, а он вывез уже больше 2000, и за разгрузку будет платить бюджет. Ну, вот это так. И мне это очень... и, Денина Анатольевич, вы этому тоже удивились, надо сказать. Ну, это так. Дальше, когда я возмутилась, когда, значит, мы стали просить, разрешите людям купить, кто может, да, купить. Можно же было просчитать. Ну, все, сразу встали, давайте мы тогда вывалим вот на это поле, а потом с поля будем продавать. Слушайте, один раз погрузили из пруда, вывалили, второй раз будем продавать, опять погрузим. Давайте сделаем подороже для населения, но больше того, но больше того. Самое интересное, это вот не в этом. Практически весь пруд вывезен туда. Я считаю, что это место... Но у нас когда был совет ТОС, мы же обращались к Волкову с просьбой купить землю. И он в присутствии 20 человек нам сказал, что будет продавать тот, кто вы... Мы ему разрешили продавать, а вот за то, что он вывезет на поле, мы за это заплатим. Теперь, оказывается, ему на благоустройство в муниципальной территории это дали, а не продавать. Ну, вообще, я считаю, что это настолько вот, ну, непонятная ситуация, некрасивая, нехорошая. И мне очень неприятно, что руководители просто улыбаются в глаза и говорят, вы знаете, это не черное, это белое. Вот я вижу черное, а нет, это белое. Ну, вообще не солидное. Я, по-моему, ни разу не улыбнулся, Татьяна Васильевна. Нет, вы улыбались и там, и здесь. Здесь я вряд ли улыбался. А я думаю, что вот, Дмитрий Александрович, очень интересный этот вопрос должен быть. Я считаю, это нарушение контракта. Это просто единственное, там между грязной и боковкой, да, тоже вот навалили кучи, а получилось так, Игорь Иванович, как раз там вот как-то бериндейку выворачивает, то есть получат там опять прутки. На обочине свалили. Наоборот. Около прутка. Около прутка. Да. А вот неправильно это сделать. Хорошо, мы посмотрим. Да, просто обратите внимание. Если вы помните, прежде чем куда-то вываливать то, что сейчас нагревается, должны были быть привезти лабораторные света. Дом, что там находится в этом пруду. В перспективе выделить площадку для складывания в последующем, да, возможно, витилизация. Никакой продажи, никакой продажи, никакой стойки, сейчас не может быть. Пока нет лабораторных подтверждений возможности использования данного грунта. А как же его вываривают тогда в город? Ну, в город, где население. Да нет, конечно, в городе кто? В частной секции. Ну, что ж вы-то говорите, там точно комитет, да еще что, должно быть. Грамотно. В принципе, вот у меня такой вопрос. Каким образом сейчас? Нет, сейчас пока не решен. Возьмем работу. Тогда надо остановить расчистку, Алексей Михайлович. Что? Остановить расчистку тогда надо. Не надо сейчас. А как? Она, если вообще в рамках контракта сделана... Вообще на грунтожен или расчистен? Должно было это не умереть в том, что все уже забыли, что нам грунт нужен. Он практически уже расчищен. Тогда вопрос. Я думаю, что вы решите. Да, я уже поняла, что мы будем пробовать. Просто этот вопрос был задан для того, чтобы все его как бы слышали. Понятно. Все понятно. Перейдем к другому, да? Вероприятии уборки пруд. Извините. Кроме отстойника. Какую функцию сейчас? Да почему как-то отстойника? Не отстойника. Ну ладно, до 300. Дождевая вода у нее стекается. Правильно же? Она седает. Там речка течет. Там опять получается несколько... То есть, из шипа, что там не стекает. Любой пруд. Да, листок. Любой пруд у нас это отстойник. Только числе и сторожей. Тогда любой. Любой пруд. Любой пруд, кроме нижнего. Нет, нижнего воду дает за. Отключен, да? Для технологических процессов. Все остальные у них являются функцией подачи. Я тогда скажу, что это функция противопожарная. Потому что во время пожара 2010 года машины только и заправлялись. Все, Артемикан. Вопросы сейчас. Противопожарную, да? Можно ее упасть. Так, перейдем. Уборки мусора. Добрый день, уважаемый Игорь Васильевич, уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные. Я постараюсь кратко вас проинформировать о мероприятиях, которые планируются в настоящий момент времени. В части проведения неуборки мусора я выражусь точнее о приведении территории городского округа в надлежащий вид, выполнение правил благоустройства и по нашей доброй традиции по мероприятиям в плане проведения субборья. Постановлением глава администрации за номером 1107-21 марта определено срок проведения мероприятий в субботник на территории городского округа в период с 1 апреля по 18 марта. В рамках этого постановления в этот промежуток времени планируется проведение комплекса работ по уборке территорий, вырубке порослей, очистке дорожных полотен, тротуаров, поделке деревьев, покраске и так далее. То есть проведение всего комплекса работ по, можно сказать, по очистке, по вывозу мусора и так далее. В рамках действия этого постановления нами были направлены множество писем в различные организации, различные ведомственные принадлежности с предложением принять участие в проведении всех этих мероприятий. Ну и благодарю всех тех мероприятий, можно сказать, за отклики, которые, скажем, откликнулись и принимают и планируют принимать самоактивное участие. В настоящий момент, чтобы время зря не тратить, хочу сказать, начало работ положено, то есть с прошлой недели вы можете это видеть на территории, на улицах города и округа. Вышли, выходят предприятия, проводится работа по уборке, по очистке и так далее. Повторюсь, что в том числе и на завтрашний день запланированное мероприятие в виде работниками администрации определено место. То есть мы тоже в части оказали примера, в том числе и поверженности, поэтому взяли на себя определенные обязательства проведения субботников, проведения всего комплекса работ. Единственный момент следующий. В рамках этого постановления и проведения всех мероприятий субботников в этот период возможно разного рода поводы для обращения. Мы открыты контактам, мы открыты, скажем так, к приему различного рода обращений, мнений, пожеланий, советов, как угодно, мы обязательно отреагируем на это. Мы это управление ЖКК, начальник отдела благоустройства, вообще сотрудники, без вопросов, на официальном сайте городской администрации все контактные телефоны указаны, они актуальны, если сейчас нужно сказать. Телефон мой личный, 392-44, и телефон начальника отдела благоустройства, 396-62, если на храме принято. Поэтому готовы принимать эти занятия и, соответственно, организовать работу по устранению, потому что понимаем, территория уже подальшая, мы организовываем эту работу, но в части оперативной реакции на ту или иную ситуацию мы готовы, скажем так, отреагировать транспортом ли, действием ли, привлечением ли какой-либо обслуживающей организации, ну, по мере того, что, как будет поступать. К участию в этом субботнике, кроме наших предприятий, различных форм собственности, принадлежности, мы также привлекаем и стараемся привлекать наше население. Через посредством управляющих компаний мы, скажем, предложили вывести объявление на территории, точнее, на досках объявления подъездов на квартирных домов, с предложением жителям принять участие в традиционном, так сказать, мероприятии в субботнике. И надо отметить, что постоянно на неделю я встречался как минимум с двумя микрорайонами, которые заявили сарноактивное желание, микрорайон центральный и микрорайон Гоголя. Соответственно, наша задача совместно с управляющей компанией обеспечить... Не только транспортом, а полным комплексом, шансом, инструментом раз, материалом для утилизации отходов два, соответственно, транспортом для вывоза этих отходов три, то есть всем комплексом. И это, безусловно, наша задача, и мы это планируем и будем делать. Соответственно, вот кратко я довел до вас информацию, если какие-то вопросы есть. Подождите секунду, Олег Александрович, я сюда вообще приглашал начальника ГАИ, он не пришел. И тогда вопрос, в принципе, к вам. На следующей неделе, вот сегодня просто посмотрел, а так ежедневно просто вижу, вот те машины, которые убирают, скажем так, выводят этот мусор, скажем так, из города, они не оборудованы тентами, то есть вот из-за семи машин, просто они мне сегодня попались в грязной живот, из-за семи машин, значит, пять неукрытых, и поэтому мусор летит обратно. То есть две с тентом проверки, одна сетка, другая с тентом, а вот пять и один просто, понимаете. Такую проблему надо... Вопрос не только понятен, он еще и актуален, потому что даже, я могу только сказать, с лета прошлого года, вопрос, связанный с соответствием транспортной техники наших компаний, осуществляющих перевозку мусора, полон соответствия, и в частности, то, о чем вы говорите, чтобы это было герметично, и если эта машина открыта, то однозначный тент. И вопросы, они, ну скажем, не просто не забываются, они очень с достаточной периодичностью опозначиваются руководством наших предприятий, осуществляющих их деятельность. Я обязательно ваш вопрос себе записал, и, что называется, простите, в неочередной инструктаж с этими руководителями обязательно... Я бы хотел, чтобы вы еще с Рубцовым все переговорили на эту тему, чтобы они не просто там стояли, за ремни ловили, а это наказуемое дело. Мало того, если, допустим, есть же механизм, который говорит о следующем. Ну, если вдруг выявлена эта техника, можно зафиксировать. Соответственно, меры административного воздействия мы, безусловно, совместно со службой ДИБДД стараемся... Так вот, фиксации... Есть еще вопросы? Пожалуйста, сейчас скажите, пожалуйста, вопрос такой. Есть ли какой-то норматив касаемо мусорных бачков, контейнеров, и, в том числе, турн, которые расположены вдоль пешеходных переходов? Ну, там, пишу, а нормативы... Это какой теме норматив? Что значит, норматив о количестве и вечерях? Я к чему? Мы можем сколько угодно устраивать субботников, по большому счету, да? Но вот так вот, если просто устроили субботник, да, проходит неделя, человек проходит, какой-нибудь там напиток пьет, там, еще что-нибудь, там, коробочка с соком, я сколько раз видел, что мы просто выбрасываем, а урн нет. Ну, человек посмотрел, нет урна, выбросаем просто, да, аккуратненько там сложить, ну, еще все равно. Я, конечно, понимаю, что от человека зависит, мы сейчас все, что угодно будем на тему говорить, но, на мой взгляд, у нас их хватает, ну, мусорный контейнер, вот такие. Урнами на территории рекоментированы требованиями санитарного законодательства, и если это проекты спрашивали, если такое, то есть, там, Юрий, нарос по 3 раза, хорошо. Они его не делают на требование санитарных правил, расстояние между установками урт 100 метров. Если у нас в городе об этом мы написали, в принципе, неоднократно, то о необходимости дополнительной установки. Вот вопрос о дополнительной установке, я сам согласен, что нужно. То есть норматив, я вам отвечаю на вопрос, спросили, есть ли норматив, я вам отвечаю, норматив есть. Хорошо, теперь за вопрос. Планируете ли вы выполнять этот норматив? Очень приятно, что он меня оформил. Давайте сформулируем, я готов взять на себя какие-либо обязательства в части, во-первых, оценки состояния норматива, ну и последующая выработка предложений по доведению до требуемого норматива. Я надеюсь, Виталий Евгеньевич, вопрос не ставил о том, надо ли проводить субботник или не надо, надо ли проводить субботник. Нет, 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 есть вопросы именно у тебя. Я не думаю, что ситуация настолько критична, с учетом всего того, что вы, наверное, видите, и вы видите, что все-таки работа достаточно активно проводится, и я уверен, что все-таки мы 1 мая, как минимум, встретим, наверное, достойно. Насколько это вообще важно? Дороги восстановлены? Сегодня, наверное, тема, если у вас этот вопрос, то вы его задайте, мы говорим сейчас о проведении работы. Александр Валерьевич, я хотел бы пожелать, я желаю вам удачи, удачи, чтобы успеть завершить этот субботник в течение месяца, и выдержки от того, что последние две недели переломаем, всегда все жители, все недовольны тем, что переполнены мусорные бачки. Я призываю, чтобы все потерпеть эти две недели, потому что перед Пасхой все выкидываются. У Горелова еще был вопрос. У меня вопрос насчет уборки территории. Я вас правильно понял? То есть, если жители дома, нескольких домов, соберутся на субботник, то есть вы выделите и транспорт, чтобы убрать этот мусор, который они соберут, и грабли, что-то еще? Шансовый инструмент, да. Значит, если у вас совершенно конкретный вопрос по совершенно конкретной территории, прошу уточнить, я дам более конкретно. Ну, например, Степан Разин-3. Если говорить о, в принципе, обоих, то, по всей видимости, если это группа домов, то можно предположить, что эта группа домов относится к той или иной управляющей компании. Соответственно, общий принцип, который мы, повторяю, на встрече с двумя, так сказать, районами, этот принцип я говорил совместно с управляющей компанией. Первое. Вешаем объявление, приглашаем жителей. Наша задача совместно с управляющей компанией обеспечить жителей так называемым инструментом для проведения уборки. Это раз. Второе. Обеспечить материалами, назову это так, упаковки этого мусора, если это возможно. И второй момент. Определить места, на которых продукты этого субботника с дворовой территории будут саккумулированы. Два. И третий момент. Обеспечить своевременный вывоз. Под словом «своевременный», не цепляйтесь к словам с точки зрения нормативов, существует ли время хранения этих куч и так далее. Но, тем не менее, по возможности, своевременный вывоз, накопленных, так сказать, в результате субботника, простите, куч, подходов и так далее. Я ответил на вопрос. Да, конечно. И второй вопрос. Будет ли убираться в этом году сосновая леса посадка, которая находится между ЦРБ и рынком? Да, обязательно. И мы планируем проведение мероприятий по очистке нашей всей посадки. Это будет несколько позже. Если не памятник, через полторы недели. Но, в любом случае, вовремя. Олег Константинович, вот вы говорите, что продача компаний должна развести. Красная золь 25, а вообще никаких выявлений не имеется. Я лично неделю-полторы назад у меня есть детский городок, который вообще по договору должна убирать постоянно перспективу. На протяжении уже 3-4 лет я его сама лично убираю, потому что я мать троих детей. Я хочу, чтобы мои дети были в чистоте. Но вот недавно буквально ветреная погода у нас разгулялась, разбушевала. И вот те мусорные контейнеры, которые стоят постоянно у меня переполненные, они разнесли опять весь этот мусор. Ну, надо бы как-то, наверное, наводить порядок с перевозчиками, с компаниями, которые осуществляют вот эту деятельность. И вообще постоянно. Детский городок я не обязана чистить за то, что получает там перспектива. Вы, пожалуйста, этот вопрос тоже возьмите себе на контроль и следите, как детские городки у нас расчищаются. И вообще по детским вот этим каруселькам. Четвертый год никто не смазывает их. Дети вообще там на произвол судьбы. Детские городки у нас не окрашиваются, не восстанавливаются, ничего. Надо как-то следить, наверное, за тем местом, где обитают наши дети. Владимир Венальевич, разрешите отвечать? Да. Значит, я бы хотел отметить следующее, что, ну, во-первых, наверное, поблагодарить за вопрос и за беспокойство, проявленное состояние детских городков. Безусловно, я запомню красную зору делу 25. А. В том числе А. Я обязательно возьму себе на заметку, в течение дней двух, как минимум. Кстати, я перебью, я упрала кучи, кучи сделала, созвонила в Перспективу Алексею Михайловичу. Вы уберите, пожалуйста, мне сказали, когда будет субботник у вас, тогда и уберем. Батальдина, я спросил разрешение мне отвечать. И я вас, обратите внимание, выслушал очень внимательно и не перебивал. Извиняюсь. Значит, я обязательно возьму на заметку и совместно с компанией Перспектива мы посмотрим на ту ситуацию, которая складывается около вашего дома на этой детской площадке. Ну, и в обязательном порядке поблагодарю вас. Я лично для себя, честно говоря, за полгода работы не слышал необходимости, скажем так, прослеживания за состоянием детских городков с точки зрения смазки, равномерности. Спасибо, я обязательно учту и не украсить. Нет, красить, я говорю. Вопрос и не в окраске, а сколько в обеспечении работоспособности. Я записал. Солидов сколько. Мне, как бы, в этом вопросе еще стоит. Да, граду ставишь. Лидия Анатольевна, поясните по уборке вашей территории. Потому что в прошлом году у нас такой красный момент, да, где все-таки было очень много мусора. Ну, я что хочу сказать, мусора не только в парке много, но и в городе. Как только оттаивает, весь мусор на лицо у нас, конечно, вытаивается. Я что хочу сказать, как только в парке позволила погода наша приступить к уборке территории, значит, мы это уже сделали. Не дожидаясь первого апреля, когда вышло постановление, значит, территория парка на сегодняшний день убирается. Кроме основных работников, которые у нас занимаются этой работой, значит, привлечены еще люди Центра занятости. Значит, у нас на сегодняшний день работает 8 человек Центра занятости. Значит, по плану у нас на 2014 год выделено нам по программе работы на общественных работах 60 тысяч. Ну, это где-то 10 человек рассчитано на это. Значит, 8 человек на сегодняшний день у нас работают люди. Значит, начали мы уборку территории парка с очистки от порубочных остатков, которые у нас, как бы, скопились от валки погибших деревьев. Значит, мы уже несколько рейсов сделали и вывезли вот эти остатки. Значит, сейчас готовим те объекты, где будут проходить массовые мероприятия. То есть у нас не только, как бы, подготовка парка, ну, к очистке территории. Значит, она сводится у нас к тому, что у нас 1 мая парк начинает функционировать, начинается открытие сезона летнего работы парка. Поэтому наша задача сейчас подготовить и убрать всю территорию парка. А территорию парка 40 гектар. Кто не знает об этом, значит, мы занимаемся, кроме этого, подготовкой к открытию нашей актерационной площадки. То есть там проводятся большие работы. В этом году мы, жители, немножко порадуем. У нас будут открыты новые два актерациона. Сейчас мы этим занимаемся, вплотную. Значит, мне что бы хотелось, конечно, обращение такое, мог быть, и к депутатам, и к администрации города. В плане того, что ежегодно в рамках проводимых работ по субботнику, значит, нам приходили люди на общегородской субботник. В этом году нас немножко тут обделяют в этом внимании, значит, говоря о том, что нужно в городе там убираться. Значит, собственными силами убрать такую территорию нам сложновато. Значит, 24 апреля, значит, Управление культуры проявило такую инициативу. Проводят субботник в парке, значит, по нашей просьбе, как бы показать, что мы все-таки убираемся в парке, не только своими силами. Значит, ну, мне хотелось бы вот именно обратить внимание, что все-таки отменив вот это вот решение, что парку помочь необязательно. Самое главное – это территория города. Значит, мне это, конечно, не совсем приятно, как бы сказать, и говорить здесь об этом. Но помощи мы нуждаемся. И, кроме того, есть у нас еще две проблемы. Это проблема, когда у нас участвовали в уборке территории, как бы помогали нам в этом, это школьники, студенты. Значит, вот уже второй год мы лишены этой возможности по той причине, что санэпидемстанция нам запрещает использовать труб детей, потому что там рост потребностей... Надзор, извиняюсь, конечно. Ну, мы раньше так называем. Я извиняюсь, конечно. Вот. И, значит, в связи с тем, что распространение свещей у нас по всем лесным зонам наблюдается, и без обработки, значит, детей, студентов к нам, да, сейчас не запускают. К сожалению, у нас этот договор на обработку немножко запаздывает, и он в рамке не помещается вот нашего субботника. То есть, помощи тоже от студентов и от молодежи мы, как бы, вот тоже лишены этой возможности. Вот. По личному желанию. И вторая у нас, как бы, проблема в том, что мы вот сейчас готовим территорию парка, вылизываем, героическими путями убираем. Значит, ну, у нас майские праздники, всю нашу работу сводят к нулю. Значит, весь, вся демонстрация, весь народ, в основном, идет в парк. И после майских праздников, все, что мы убирали своими силами, собственными силами, очень, все смазывается у нас. И я почему об этом говорю, почему меня это волнует, потому что весь тяжелый труд уборки после майских праздников, после всех этих торжеств, сваливается на парк. Но нигде, ни в одном бюджете, ни в одной программе не закладывается уборка территории парка после массового гуляния. Я сколько раз ставлю такие вопросы и перед главой администрации, и управлением ЖКХ, в плане того, чтобы оказать нам содействие уборки после праздников, значит, ну, пока это сложно мне дается. Это показало вот последнее мероприятие, которое проходило в парке, это Масленица, народу было много, значит, все это легло на плечи парка. Я считаю, что это не должно быть. Ну, вот не должно быть. Здесь, если администрация организует данные мероприятия, парки, то есть за счет каких-то средств должно все-таки вам компенсировать все это дело, то есть это привлечь от тех же работников в службу? Ну, к сожалению, вот я констатирую факты, которые... Потом, у меня еще вопрос как раз к вам. Вы говорите, вы убираете вот эти вот порубочные остатки, а на каком основании их вы вообще убираете? Потому что есть... Подождите секундочку. Люди, которые там вырезали, то есть они, значит, за это деньги получают, чтобы вы знали. Понимаете? Это фирмы, которые по конкурсу вырезают, значит, деревья убирают. Они же должны убирать полностью порубочные остатки. То есть вы тратите свои деньги парка не на свои нужды, а за кого-то вы еще работаете. Нет, вы понимаете, что... Во-первых, мы производили порубку этих деревьев в период, как... Вырезки? Нет. Мы сами не делаем, кроме как вырезки порсли. Ну, вот я же там... Да. Значит, все основное, вот то, что порубочное остается, это древесина, там кусты большие, значит, это вывозится. Вот эта мелочь, которая у нас осталась... А мы в основном, вот этот период, как бы, когда еще снег лежит, то есть это все под снегом, а сейчас все это вытаивает. И мелочь вот эта, но все равно ее все подбирают. Потому что мы не можем оставить там и на случай пожара, и вообще территории. Нет, основное они вывозят. Я не говорю, что... Они должны с собой оставить чистую площадку, все. Понимаете, те вещи, которые... Кто является держателем договора? Держателем договора, кто является? Вопрос можно задать? Вот по поводу у нас, много территории, которые вроде как бы хотелось бы чистить, а ресурсов не хватает. У нас огромный ресурс находится в полу. Вот, и, по-серене, давайте про нельзя. Вот, грубо говоря, на добровольных основах, если дети не ходят, не взбираются, это... То есть парки они быть не должны? Нет, то есть парки у нас ежегодно аккуратнительной обработки. То есть убираться парки они могут? Нет. Вот как раз только сейчас было озвучено, что был запрет официальный, еще в прошлом году, в связи с тем, что аккуратнительной обработке парк не был поддерживать половину. То есть парки молодежи находиться не должны? Нет, а у нас ежегодно растет число вытушенных клещами и ростом цифролитных клещей. Я просто даю, да или нет? Нет? Нельзя, да? То есть мы должны по большому счету закрыть? По большому счету они... Вот вопрос, почему так актуален? Потому что парк, например, и лесопосадка обрабатывается только в районе движения, значит, аллей. Бешеходных дорожек. Бешеходных дорожек, да? То есть когда дети у нас отдыхают, оно предусматривает, да, видимо, что они отдыхают только на пешеходных дорожках. А туда они не ходят, на лево-право нельзя. Вот этот вопрос, он очень... В прошлом году парк был окончательно разработан. Я не помню, по-моему, только в июле, да, до конца уже, 40 старт было. В июне. В июне. То есть с мая месяца нашла борьба, поэтому детей запустили сюда в апреле-май на проведение субботников не представлялось возможным. То есть вот тогда вопрос, если обработка будет проведена в апреле, то тогда можно привлечь детей после обработки, когда уже апрецит, а если в январе, тогда как мы можем убивать? Тогда здесь нельзя туда ходить. В марте месяце, ну как другие регионы работают в марте, в конце марта, в начале апреля проводят окорицидная обработка, две недели после этого проводят контроль эффективности и запускают детей в майский праздник. В середине апреля, конечно, если проведена окорицидная обработка, ради бога, дети могут работать. А когда поплавово должно проводиться вообще? Все зависит, конечно. От погоды, ну в этом году, если рано снег пошел, можно было бы уже. Есть возможность привлечь школьников, как нам сейчас сказали. А до этого нам говорили, что нельзя школьников привлекать. Вдруг говорят, можно, если есть обработка. Нет, нет, нет. Ну чуть-чуть, трубаюсь, это все на их живут. Мы ничего бы не провели, нельзя. Нельзя. Это закон, в труду нельзя привлекать. Вот сейчас, как говорили, можно по сомненными условиями. Вы понимаете, нет запретов. Потому что, если школы не будем заставлять, а добровольно, то... Добровольно, но завтра папа придет и напишет заявление в суд. Да ладно, как бы тебе папа не напишет. Ну что, тут стеклотировать даже нельзя, вставить. Значит, бардак какой-то сделали. Закон за тюрьмы. Много от них решили. Нет, нет, нет. Не можете выпускать. Если мы хотим, чтобы школьники поучаствовали в уборке до 1 мая, если мы успеем, либо в очистке парка после 1 мая, нам нужно обработать парк. В этом случае дети, школьники на добровольных основах могут поучаствовать в уборке парка. При одном условии, что один из родителей напишет письмо, что он разрешает ребенку, которому не достиг 18 лет, участвовать в этой уборке. Я думаю, что такие письма напишут. Я так считаю. Лидия Анатольевна, скажите, пожалуйста, вы оплачиваете, скажем, за эти услуги? Нет, парк, средства эти не выделяются. Это все проходит через администрацию города, отдел экологии. Это через аукцион как-то? А вы уже готовы к этому аукциону? Да, все уже отдано, но существует определенный порядок, как вы знаете, проведение аукциона, это все занимает определенное время. Причем услуги эти недешевые. По минимуму, без НДС, с федеральной организацией, оказывающей услуги в этой области, обработка парка нам обойдется в этом году 106 тысяч. Это минимальная цена. Да, конечные организации берут в раза в 3-4 больше. Небольшие деньги. Ну, это понятно, но когда их нет, то... Я думаю, на уборщик можно. Да, мы можем потом больше, наконец-то. Привлечение на... Но все документы, все отданы, все в отделе муниципального заказа. Ориентировочно. Я не могу сказать. Я думаю, что это умает. Кто может поторопить тогда, скажем? Да поторопить уже не успевать. Уже успеть. Хотя бы ровно, это нормально. Ну, дайте напишем поручение администрации там. Нет, там процедуру не ускоришь. Там по определенной, конечно, там установленные... Марина Олеговна, да дело-то в том, что надо это раньше правда делать. На самом деле. Скажем, это надо было проводить для конкурса марки однозначно. Все было подготовлено вовремя. Нашим отделом все было подготовлено. Третья школа готова, да? Да. Я вчера предлагаю, что... Писать администрация. Да, давайте. Сформулировать. Сформулировать. Нет. А проведение обработки парков. Как называется? А крицидной обработки парков? Или спасатки, да, однозначно. Да, все слои. Центр города. Не будем понимать, что в этот момент... Сейчас по-моему говори. Не знаю, что в прошлом году мы писали в совет же о том, что в прошлом году мы дошли до того, что у нас ключи стали кусать детей в детских садах. Да, вообще... Что такого никогда не было. Там все свое время все обрабатывали. Последние несколько лет не было качественных работок таких насаждений. И соответственно, у нас уже в городе... Так, я написала, а фенитрация доложит для проведения обработки парковой посадки? И пляжи тогда. Все обжитные места должны... Тогда выходят и пляжи, и детские площадки, и... Нет, если обработать там не будет. Нет, а детские сады прожили. Должны подлежать и произвести обработки детские, дошкольные, образовательные и образовательные летние лагеря места общественного скопления населения. Таким образом, так как местам общественного скопления относятся к парке, население отдыха, вернее, скопление отдыха, пляжи и так далее, то там все должны обработать. Извините, если я правильно понимаю, до момента проведения этой обработки и по истечении его две недели, ни в коем случае для детей и для взрослых. Получается так, что должен быть запрещен вход в парк? Да ладно, ну че-то условно. Получается так, что мы туда не ходим. Да иди сюда условно. Нет, так, Евгеньевич, у нас на садике было написано, что не трогать листики, не касаться деревьев, можно предложение насчет парка? Можно предложение насчет парка? Вот Лидия Анатольевна сказала, то есть парк убирает, как 1-е, 9-е мая там полный наступает. Вот простой пример, я думаю то, что совет депутатов поддержит выделить прям минимальную сумму на покупку простых полиэтиленовых пакетов большого объема. Скажем, вот представители молодые политики после шествия встанут в места входа в парк и будут выдавать просто вот эти пакеты. Когда человек уже, мы это давным-давно проводили, то есть когда человек... На входе можно выдавать. В пакет он, мусор этот, кинет в пакет. Пусть он этот пакет оставит в парке, но потом будет проще взять пакет в мусор. Не надо выходить на совет. Иван, мы завтра решим с тобой взять. Ну все, я там просто... Я там не знаю, как это происходит, я просто как-то уважаю. Раздать пробежаться. Там потеряю, пока идем. Так они там начинают пить. Бакиши можно? 30 урн заменили в этом году. Мы уже закупили еще 20. То есть урны будут на всей протяжении нашей аллеи выставлены. Значит, мешками мы затарились, можно сказать так. То есть мы их приобрели. И на период проведения субботников, и на все предыдущие тразовые. Значит, дополнительные контейнера выставляются. Бочки нам завод подарил после артоврага. Мы их тоже используем, как дополнительные точки. В этом году управление ЖКХ нам пообещало выставить 10 контейнеров. Так, да? Минималя Константиновичная. То есть мы все меры к тому, чтобы как бы культурализировать это вот то, чтобы мусор бросали не под все кусты, а где-то централизовывать. В общем, я хочу подытожить этот вопрос. Мы можем его долго вообще обсуждать. И хотелось бы, чтобы администрация обратила внимание на парк. Значит, привлекли туда дополнительные касательно водников кого-то, я имею в виду, для уборки всех мероприятий. Как раз на парк. У нас здесь 12-15 июня будет проходить отбор артоврага, да? То есть это время загнулся. Это масштаб. Может, обработали, запланировано? Да, запланировано. Да, запланировано. Да, запланировано. Все, я считаю, что это не оправдан. С адвенцией с салитарными нормами. О подготовке городских пляжей к летнему сезону в городском округе, в городе Вейтса. Это же также касается, я скажу вопрос, Роспотребнадзор, из-за присутствия Кулмыкова Светлана Юрьевна. И хотелось бы, чтобы она пояснила также взаимодействие с органами власти. Вот здесь вот мы говорим вопросов. Ну, я просто сразу вгаснусь самых болевых мест, да, которые вводят в год масштабы. Нечто такое. Очень сложно установить ответственность задержания мест массового отдыха на теле. В чем возникает проблема? В чем возникает проблема? Места массового отдыха в частности тряса должны быть оборудованы, холодные, должны быть кабинки, должны быть установлены контейнеры, урли, должны быть пилитивые пантаники, да? утром и вечером вопрос возникает в том что кому предъявлять требования по оборудованию непонятно у нас на верхнем пруду на верхнем пляже 2 кабинки покосившихся стоят до туалет без дверей который стоит питьевой фонтанчик которые от которого осталось одна труба на протяжении нескольких лет все здесь некачественную горкой территории или прибрежной да все весь мусор по нижнему со стороны максима горького у нас в принципе в прошлом году более-менее потому что там брали в аренду этот участок и какая-то работа проводилась то есть были установлены кабинки вопрос стоит очень актуально по нижнему кругу на нижнем пруду у нас с вами одно место официальное как считает купание да там установлена одна кабинка используем населением под туалет и все больше не одни подсыпка песка до которого у нас в принципе достаточно в районе ничего не осуществляется в этом месте хотя нижний пруду сколько же популярность это вот по оборудованию и ежегодно мы пишем в область да когда у нас пишутся докладные о подготовке к летнему сезону вообще на все места купания выдаются санитарные педагогические заключения на место купания коммуникации реакции на основании анализов воды вопрос встает в том что ни разу никто не получал администрация и ежегодно нас как бы нам даже неудобно перед область уже выглядит у нас нет у нас есть два пляж мы все время пишем у нас есть два места купания однако официально они разрешительных на эксплуатацию не получается вопрос еще актуально по контролю лабораторного в течение всего летнего периода если ранее когда еще была санитарная служба да и все помните цветное время государством выделялись и средств и наша организация проводил лабораторные следы за счет государственных то 10 лет назад практически это все было ликвидировано сейчас мы имеем право проводить лабораторные исследования на полный химический анализ и микробиологические анализы только в начале сезона и один раз в месяц и микробиологические только на хорьеру мы проводим каждые 10 дней все остальное возлагается на собственника или на организацию эксплуатирующие данные место отдыха то есть как бы должны хотя бы раз в две недели проводить лабораторные исследования качества воды потому что звонков и вопросов от населения особенно в период когда стоит жаркая погода и вы все видите что пруд цветет начинается вопрос и что потравились и детям плохо и так далее это просто невозможно я готов комментировать спасибо я вас внимательно очень выслушал возможно мои ответы покажутся не совсем очевидными адекватными но по крайней мере произнесут первое если я говорил о субботнике как свершившуюся факте что проводится и так далее то части подготовки городских пляжей к летнему периоду я сейчас буду говорить о предполагаемых мероприятиях ну по понятным причинам значит начну со следующих те пляжи которые были обозначены как места массового отдыха и собственно пляж на территории верхнего пола 1 и максима горького 2 эти так называемые места имеют своего хозяина заключено есть соответствующие документы соглашения в соответствии с которыми эти хозяева имеют определенные обязательства по содержанию и так далее и так далее я чтобы сейчас извините меня вот не времени тратить и так далее я во-первых хочу заявить о своем по своей готовности с вами так сказать поработать в этой части и обменяться полным так сказать набором информации которые нас имеют это первый момент второй момент в рамках этих соглашений планируется выйти в конце апреля подготовить соответствующие письма и выйти комиссионно на эти места для того чтобы зафиксировать текущее состояние что соглашение есть обязательства прописаны и не для приедения каких-либо штрафных санкций или каких-то административных так сказать воздействий а в плане даже процессов подготовки этих территорий к летнему периоду просто напросто зафиксировать состояние и наметить то что необходимо сделать судя по этому состоянии второе что требуется в рамках этого согласия с оформлением соответствующего если вы будете заявлять желание мы с удовольствием его рассмотрим после того как будет выделено время по всей видимости или точнее по опыту просто хлеб минимум недели две-три в период 10-15 мая выпускается распоряжение главы администрации о проведении контроля задачу которого соответственно время дано замечания были даны контроль соответствия соответственно с разрешением и неразрешением на эксплуатацию и так далее так далее соответственно это предполагается делать это то что делается ежегодно и есть определенные документы которые подтверждают это собственно вот я все сказал готов только совместной работе части ответов вам на вопросы но и части приведения в соответствии наших мест пляжей к нормальному виду соответствии со всеми правилами единственный вопрос который для меня настоящий момент есть и поймите не готов сейчас ну знаете что называется достоверно ответить все-таки территория нижнего пруда или точнее вот то место которым идет речь да действительно оно никоим образом не оговорено и не знаете организовано как вот как пляж как вот зона отдыха а что касается каких-либо элементов благоустройства в этой территории ну типа какой-то кабинки и так далее скорее это какое-то автоматическое выполнение работ из исторического прошлого накупались там люди вроде того да то есть таким образом как с верхним прудом эта ситуация не оформлен я не могу сейчас ответить вам вопрос что да это будет оформлено также по всей мести если об этом месте идет речь то собственно шаблон то есть и поэтому необходимо так или я не готов сейчас на эту тему говорить но безусловно записал будем проработать я просто хочу уточниться немножко да 2012 год постановление главы администрации городского округа о том что мест купания на территории выксунского района по тем временам 11 постановление 2013 года о том что мест купания на территории выксунского городского округа выкса на тот момент уже 9 ни из одного данного перечисленного места это включая вивский пруд не отбирались лабораторный контроль и так далее то есть я озвучила то что мы с вами видим а то что пишется в постановлении поэтому так как будет постановление готовится у меня просто большая просьба учтите пожалуйста я вообще вам предложил бы на следующий день совместно по встречаться и более так сказать я предлагаю вам на следующей неделе повстречаться назначить время чтобы мы с вами предметно пообщались по этой теме выработали собственно общее отношение хотелось бы к этому же вопросу у нас в шимарском затоне на реке да тоже большое скопление людей очень большой в месте впадения затона бред ну да не хотелось бы чтобы я не знаю обозначен это место не хотелось бы чтобы вы его скажем так подготовили берег реки акаши русская ну по всей видимости надо распоряжение его включаем соответственно и ему надо внимание но вообще те места которые вы считаете в распоряжение включать этот вопрос я считаю надо оставить на контроле так как он неисполнен и я проинформировал о предполагаемых намерениях и действий до части подготовки в любом случае но май месяц нам послушать в конце мая спасибо нет вообще спасибо всем спасибо